Рекордное число Ставропольцев вылечилось от коронавируса. Новые данные об обстановке сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки болезнь победили еще 146 человек. Это самый большой показатель за все время. Всего таких пациентов 3578. Есть и новый случай заражения. Диагноз подтвердился у 85 человек. Три пациента с коронавирусом скончались. Владимиров отметил, что в крае растет охват тестированием. Имеется большой запас лекарств, защитные средства и медицинского оборудования. Глава региона призвал земляков соблюдать меры профилактики и не подвергать здоровью риску. С рабочей поездкой в Буденновском районе побывал губернатор Владимир Владимиров. Он осмотрел новейшую сельхозтехнику и пообщался с тружениками. Всего на полях Ставрополья сейчас 40 тысяч человек. Они усердно работают, но это не может возместить потери из-за погоды. Уже ясно, хозяйство недосчитается 30-40% урожая. Однако пострадавшим помогут финансово. Объем господдержки составит 6 миллиардов рублей. Выручит и система агрострахования. Отметим, что Ставропольские аграрии уже собрали 3 миллиона тонн зерна. Ипатовский молочный комбинат внедряет бережливые технологии по нацпроекту повышения производительности труда и поддержка занятости. Большие перемены произошли на этапах фасовки, хранения и отгрузки. В итоге теперь всегда можно установить, кто и когда выпустил продукты из молочного цеха. Изменения также коснулись организации рабочего пространства, повышения квалификации персонала и перераспределения рабочих потоков. Оптимизацию на производстве провели сторонние эксперты-менеджера. Сегодня в рамках нацпроекта работают уже 25 краевых предприятий. В селах Советского округа отремонтируют дороги. Работы пройдут в Горькой Балке и Солдат-Александровском. В планах реставрация проезжей части, нанесение разметки, а также замена люков. На это из краевого бюджета направили свыше 15 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют уже в этом году. По данным Ставропольского управления МЧС, 8 и 9 июля на территории края ожидается сильный дождь с грозой градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Возможны подтопления, повреждения линии электропередач, рекламных щитов и деревьев. Необходимо соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицу и поездок на автотранспорте. Редактор субтитров А.Семкин